Здравствуйте, меня зовут Евгения Медведева и сегодня мы поговорим с практическим психологом, тренером Артемом Леоновым. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем, расскажите, с чем приехали к нам в Череповец? Я приехал сюда не первый раз и как обычно с семинаром на тему взаимоотношений. Тема взаимоотношений в семье и вообще в целом с самим собой также, потому что отношения с другими людьми зависит от того, как человек может общаться со своим внутренним миром. Эту тему мы будем обсуждать, уже даже начали это делать с узким кругом специалистов. Ну и дальше я поеду в следующие города, тоже мы будем обсуждать эти темы и какие-то еще важные темы. Как найти общий язык с самим собой? Прежде всего, человек должен понять свою природу, свое предназначение, потому что у каждого человека есть предназначение, есть его собственное призвание. И вот именно с этим нужно выстроить свои взаимоотношения, свой контакт. Иногда нас сбивают с толку, допустим, в школе нам говорили, кем ты хочешь стать или на кого хочешь быть похож, может быть, ты хочешь быть вот как-то этот герой или это тот герой. Но было бы более правильно с точки зрения психологии спросить человека, кто он сам такой. Важно стать именно самим собой, свою именно природу раскрыть. И не так уж важно смотреть именно на окружающих людей в этом плане. И потом важно человеку встретиться с самим собой, познакомиться со своим умом, с тем, как работают его чувства, какие у него желания доминируют. Некоторые люди, например, кто-то художник, кто-то математик, кто-то, например, лидер по природе, он хочет действовать активно, командовать, например, кто-то интеллектуал. И поэтому, прежде всего, нужно выстроить отношения со своим внутренним миром. И для этого нужно владеть наукой самосозерцания, самосознания, то есть иногда быть с самим собой наедине. Сейчас это сложно, потому что есть очень много, допустим, отвлекающих факторов, таких как телефоны, компьютеры, интернет. Вот это все очень усложняет сейчас жизнь, и люди немного, они не в контакте со своими чувствами, с собой. И вот мы учимся этому, быть в контакте с собой, со своими чувствами, умом, и тогда человек, в принципе, будет счастлив. Так как я мама двух детей, поэтому для меня это вообще жутко важно, потому что не просто найти предназначение себя, а понять, что мне нужно сделать для того, чтобы мой ребенок самостоятельно мог раскрыться и не навязывать ему то, кем я бы хотела стать, не навязывать свои увлечения, которые мне не дали в детстве. Так вот, как рассмотреть то, к чему лежит его душа? Ну, потому что дети же разные, ну, мы сейчас говорим про маленьких еще детей дошкольного возраста или, наоборот, школьников, а потом страшное подростковое время, когда совсем можно убегать из дома. Сколько им лет сейчас? Сейчас моим детям 4-5 лет. Ну, важно понять, что дети, они через игру обучаются, то есть они живут игрой, и для них игра – это настоящая реальность. То есть когда мы видим, что дети играют, нужно понимать, что это всерьез, и это их настоящая реальность, и в эти моменты они проявляют свою подлинную природу. Это надо заметить, к чему они склонны, что они любят делать, и затем перевести это в аналог взрослого поведения, чтобы это было во взрослом мире, когда они вырастут. Ну, понятно, если любят рисовать, возможно, будет художником, хотя, в принципе, все дети любят сначала рисовать. Поэтому они перебирают определенные игры, и видно, вот, если человек лидер, например, или склонен больше читать, или склонен, да, управлять, эти вещи нужно потом заметить в нем и проявить. Например, у меня младший брат, он с детства проявлял интерес к музыке, к инструментам, к тому, чтобы барабанить на разных предметах. И, в принципе, это стало его профессией и даже смыслом жизни. Он счастлив, он стал знаменитым музыкантом и барабанщиком. Хотя мы могли бы его направить в какое-то другое русло, сказать, ну, вот, изучай математику, какие-то общие дисциплины. И вот, давая детям общие дисциплины, мы должны все равно упор делать на его природу и раскрыть ее. И для родителей важно в этом плане то, что они должны, но не становятся препятствием в этом во всем. Как бывает, ты должен играть на пианино, там, например, и все. Или ты должен стать футболистом знаменитым. Этого не нужно делать. Нужно постараться понять, что же он хочет, и потом просто направить его туда. И важны оценки праведные. То есть мы должны всегда его поощрять. Если он делает в верном направлении шаги, мы должны подкреплять это позитивными утверждениями. Меньше негативных оценок. Допустим, ты неудачник, у тебя не получается. Как, например, допустим, отец Фаины Раневской сказал ей как-то вот такую фразу, что какая себе актриса, посмотри на себя в зеркало. И она потом всю жизнь переживала, что она вот эти некрасивая. На самом деле она нравилась людям, и она была харизматичной. Актер, который вот, может быть, и поэтому не сложил свою личную жизнь. И важно следить за словами, когда с детьми мы общаемся. И также они копируют то поведение, которое мы показываем. То есть родители могут ссориться, или какие-то фразы произносить, отношения, которые между мужем и женой. Дети все досчитывают. Они считывают это вербально и невербально. И потом, если вы посмотрите, они с точностью повторяют все это. Потом не столько слова важны, сколько важны поступки. Всегда слово должно подтверждаться действием, поступком. И, как мы сказали, ребенок, играя, обучается. Нужно спрашивать, а во что хочешь играть. Некоторые подвижные игры любят. Некоторые вот они сидят и там, значит, раскладывают какие-то там конструктор, например. Это тоже все нужно учитывать. И оно с возрастом поменяется немножко, вот эта вот его профориентация. Потому что он перебирает несколько вариантов, которые у него есть запрограммированы в человеке из прошлого. И в будущем это раскроется. Какая-то одна из этих его профессиональных особенностей раскроется, и он будет успешен. Если только не будет препятствия. Потому что кто-то может сказать ему, ну, сбить его с пути из-за зависти, например. Сказать, вот, ты должен быть кем-то другим. Например, сейчас принято всем быть богатыми людьми. А на самом деле не всем нужно быть богатыми. Потому что это еще не критерий счастья. А человек может сбиться с толку и пойти туда, вот, например, банковское дело. А он, например, художник или еще что-то такое. И всю жизнь жертва системы так и не раскрыл свои способности. Например, иногда, ну, все лидеры настоящие, они всегда не боялись быть сами собой. Например, Луи де Финес, французский актер, он пианист. Но при этом в какой-то момент времени у него проявлялась эта его шутливая природа. И он корчил рожицы, и людям это нравилось. И в конце концов он гениальный комик получился. Но довольно поздно, если бы раньше этот потенциал его был раскрыт, то мы бы видели больше его фильмов с его участием, талантом. Всегда важно ребенку подчеркнуть его индивидуальность, и чтобы он старался не зависеть от оценок просто окружающих. Даже от того, что говорят родители, если это что-то негативное. Всегда подчеркиваем лучшее. И когда он опирается на лучшее, потом какие-то недостатки уже скорректируются. То есть упор на сильную сторону человека. Если перейти от детей к взрослым, которые уже выросли, у них наверняка было очень много препятствий в большинстве своем. Так или иначе, человек сталкивается с трудностями. И совершенно верно, мы сталкиваемся с тем, что мы живем в социуме. Поэтому в любом случае хочется смотреть по сторонам, и как минимум не хуже, чем у соседа. Как найти себя? Как понять, что нужно самому себе? Да, для этого человек должен избавиться от этого настроения, сравнивать других с собой. И на самом деле это называется зависть. Она бывает не такая уж ярко выраженная, как люди думают, что зависть – это какое-то крайнее чувство. Зависть – это вот как раз склонность сравнивать и критиковать. Он должен полюбить свою природу, самого себя. То есть понять, что он сам по себе тоже очень хорош. Ему не нужно специально на кого-то смотреть. Хотя, с другой стороны, мир – это зеркало. Вот как он отражает нашу природу. Социальное зеркало. То есть, если мы встречаем старшего человека, то он отражает определенный уровень моего сознания. Как правило, встреча со старшим – это призыв к тому, чтобы я стал учеником. То есть у него я могу многому научиться. Если я встречаю равного, то это зеркало отношений, которое нам помогает, например, понять общие какие-то. Мы как коллеги. Ты, вот у тебя это получается, а у меня вот это не получается. А как ты с этим боролся, а как ты этого достиг? Равная дружба. И когда мы встречаем младших, требуется помощь. Мы должны создать для них возможности для их успеха. И если у нас есть вот три уровня вот этих отношений, то наша природа, она максимально задействована, раскрыта, хорошо. Если же мы вот плохо относимся к людям или люди завидуют нам, но даже когда нам завидуют, мы можем из этого сделать другой позитивный вывод. Допустим, если человек завистник и говорит, у тебя нет таланта, мы должны сделать вывод, значит, все хорошо, значит, талант есть. Иначе бы меня не критиковали, позиции бы не было. И только абсолютные доброжелатели, как правило, это родители, либо какие-то очень духовные люди, они не завидуют и вам точно говорят вашу природу. Как есть, так и говорят. Хотя вот мы сказали, даже мать иногда или отец могут наоборот вот тоже позавидовать даже своим детям или через них захотеть реализовать какие-то свои желания, сбить его с пути. Поэтому социальное зеркало нужно правильно понимать. Например, как вот, если лев, например, его воспитывают, например, эти овцы, то он будет чувствовать себя овцой. Но если он встретит другого льва, он поймет свою природу. Или Маугли, который вот вроде бы родился человеком, но жил в джунглях и велся как волк, волчонок, обезьянка, пока не встретил людей. И его природа проявилась. То есть, чтобы природа-то проявилась, все-таки мы не можем быть, как Рубинзон, нам нужно общение. Но мы не должны зависеть от этих, от критики. И вот эта оценочная независимость тоже необходима. Мы должны что-то принимать для того, чтобы развиваться. Но это не должно нас парализовать, что вот ты ни на что не годишься. И все, теперь я верю в это, что я ни на что не горжусь. Вот это нехорошо. Этого атмосфера вдохновения нужно искать такого общества. А к критике нужно быть готовым, сильным человеком, чтобы принимать критику правильным образом, чтобы она меня не парализовала. Для этого я должен хорошо быть знаком с собой. Я должен знать свои слабые и сильные стороны. Если я не знаю только сильные стороны, то я буду очень удивлен, что кому-то не понравилось. Я же думаю, что подарок для всех пришел. Все должны радоваться. И вдруг кто-то нашелся такой, который говорит, «А ты мне не нравишься». И мы все думаем, «О, Боже, я не такой совершенный». Надо знать свою слабую и сильную сторону. И тогда в этом случае, если даже меня критикуют, я не удивлюсь. Я скажу, «Да я мог бы еще больше рассказать о себе». Вы просто не все знаете еще. Это еще даже комплимент. Понимаете, вот эта вот адекватная самооценка, она очень важна. Когда даже какое-то любимое дело, даже то, что тебе нравится, чем нравится заниматься, но, к сожалению, не все линейно и не все всегда идет на улучшение. Бывают какие-то спады, бывает что-то не получается. У детей это вызывает отторжение. Я больше не буду этим заниматься. У меня не получилось. Если к этому еще насловилось то, что это педагог или тренер, который сказал, вот у тебя не получается, делай вот так-то, так-то. У ребенка происходит отторжение, и, соответственно, это огромное количество кружков, которые бросаются, потому что, ну, не получилось, пойду я чего-нибудь другое поищу. Как избежать того, что бросишь то самое занятие, которое действительно тебе будет доставлять и дальше удовольствие? Просто нужно немножко потерпеть, немножко приложить усилия. Да, это уже зависит от разной природы людей. Допустим, вот вы сейчас сказали, я вспомнил себя в детстве, как мама меня записала на плавание, я ходил, все было неплохо, пока тренер, значит, не нагрубил. Если он сказал, вот у меня не получалось одно движение, нужно было вдыхать вправо, влево, вдох. Он говорит, ты так и не научился дышать, уходи. Иди домой, научись дышать в тазике, потом придешь, когда научишься. И моя вот эта детская ранимая природа, она испугалась. Я просто боялся потом ходить на тренировки и домой, потому что дома родители, я чувствовал, что они верят, что я хожу, понимаете? Я искал способ. Я все это время просто находился на улице, мочил свои плавки, приходил, чтобы он, типа, на тренировки. В конце концов, это все вскрылось, это все гложило меня, понимаете? Ребенок чувствует себя каким-то таким. И потом, когда мама с тренером поговорила, он сказал, да, это, говорит, не боец, он, видите, какой... И в конце концов, я перестал туда ходить, что интересно. Тем не менее, меня, вот он сказал, не боец, а меня вот интересовали боевые искусства как таковые. И вот просто это был мой выбор. Плавание это было очень нужное дело было, но это был выбор не совсем мой. И когда я уже выбрал именно свое направление, свое дело, я был там очень упрямый, и ничто не могло меня остановить, если я хотел идти вот к этой цели. И поэтому зависит от природы. Если, допустим, природа у человека такая воина, то для него слова решимость, действуй, преодолевай. Это хорошо, особенно для мальчика. А если он интеллектуал, то ему нужно как-то мягче это все объяснить сначала, разъяснить, а потом говорить, понял, вот поэтому действуй. Если это такой человек слабый, сентиментальный, то его нужно защищать, ему нужно давать ощущение защиты и больше хвалить, вдохновлять, что на самом деле у тебя получится. На самом деле не то, что получится, смотри, у тебя же практически получилось, ну тут чуть-чуть там, ты что из этого, что ли, расстроился? На самом деле ты все сделал правильно. Там только вот немножко и все осталось. А не акцентировать внимание на самой ошибке. Потому что есть люди, которые не переносят этого. А если он по природе воин, его этого не остановит. Если вы его критикуете, он становится еще сильнее, еще упрямее начинает вот так вот действовать. Это надо учесть. Учесть несколько природ. Интеллектуал, воин, предприимчивый человек и простой. Любящий действовать просто вот руками что-то делать и чувствительный. Такие люди еще чувствительные. Те, кто вот простоватые, они чувствительные, любят больше с конструктором, не с людьми, а вот зато хорошо рисуют, хорошо мастерят. Четыре типа людей и детей. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Вам успешно с концертами проехать по городам и весям. Спасибо. И, конечно же, хотелось бы пожелать всем, кто нас смотрит, это найти себя, найти свои сильные, слабые стороны и все-таки найти гармонию внутри себя. Хорошее пожелание, да. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы общались с Артемом Леоновым. Кто придет в следующий раз, узнаем уже на следующей неделе. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»